Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео мы поговорим о студнеобразователях. И начнем с пектиновых веществ. Пектиновые вещества представляют собой углеводы высшего порядка растительного происхождения. Они присутствуют во всех наземных растениях и в ряде водорослей. В больших количествах содержатся во фруктах, ягодах, а также в стеблях и корнях некоторых растений. Содержание пектиновых веществ в различных частях растений не одинаково и зависит от многих причин, в том числе от условий произрастания растений. Пектиновые вещества входят в состав межклеточного вещества растений, придают клеткам пластичность и играют важную роль в жизни деятельности растений. Благодаря своей гидрофильности они способны удерживать различное количество воды, предохраняя этим растения от высыхания. Пектиновые вещества относятся к полиуронидам, моносахаридам, у которых первичная спиртовая группа окислена в карбоксильную группу. Молекулы пектиновых веществ имеют линейную структуру и построены из отстатков галактуроновых кислот. Карбоксильные группы пектина обычно в значительной степени этерифицированы метильными группами. Моносахариды в пектиновых веществах имеют, по-видимому, пиронозную форму, так как они отличаются весьма устойчивостью к кислотному гидролизу. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат, подпишитесь на Boosty.tu. Моносахариды в пектиновых веществах имеют, по-видимому, пиронозную форму, так как они отличаются весьма высокой устойчивостью к кислотному гидролизу. Между моносахаридными остатками имеются глюкозидные связи α-1-4. Высокое положительное вращение этих соединений свидетельствует об α-конфигурации. У пектиновых веществ α-D20 лежит в пределах от плюс 170 до плюс 230 градусов. В понятие пектиновых веществ и их производных по принятой терминологии входят следующие соединения. Пектовая кислота – поликислота, построенная из остатков галактуроновой кислоты, связанных α-1-4 глюкозидными связями в длинные цепи, малорастворима в воде. Пектаты – соли пектовой кислоты, соли щелочных металлов растворимы, а щелочноземельных нерастворимы в воде. Пектиновые кислоты – пектовые кислоты, у которых небольшая часть карбоксильных групп этерифицированного метиловым спиртом. Пектинаты – соли пектиновых кислот, соли щелочных металлов растворимы, а щелочноземельных нерастворимы в воде. Пектин – гидропектин. Пектиновые кислоты, у которых часть часто значительная карбоксильных групп этерифицирована, и некоторая часть нейтрализована. Структурная форма пектина может быть схематически представлена в следующем виде. Протопектины – это нерастворимые в воде природные пектины растений, высокомолекулярные вещества, у которых линейные молекулы пектина связаны поперечными мостиками. Название протопектин показывает, что он рассматривается как исходная молекула пектиновых веществ. Существует много гипотез о причинах нерастворимости протопектина. Одни объясняют ее наличием в нем многовалентных ионных мостиковых связей через кальций и магний между свободными карбоксильными группами пектиновых молекул. Другие объясняют нерастворимость протопектина механическими переплетениями или разнообразными химическими связями между молекулами пектина и другими группами полисахаридов – целлюлозы и гемицеллюлозы. Пектиновые вещества представляют собой неоднородную физическую смесь пектиновых макромолекул с различной степенью полимеризации элементарных структурных единиц с сопутствующими веществами. Например, с пентозанами, гексозанами и другими. Поэтому, когда говорят о молекулярной массе пектина, имеют в виду среднюю величину в данном образце. Пектиновые вещества отличаются некоторой лоббильностью, вследствие чего могут существовать различные их модификации. Пектины, благодаря наличию гидроксильных и карбоксильных групп, могут образовывать эфиры различной сложности. Известные значения имеют особенности действия на пектин химических реагентов – кислот, щелочей, окислителей и т.п. При действии кислот на пектин при низких PH происходит расщепление пектиновых цепей по глюкозидным связям. Но наряду с этим кислоты омыляют и эфирные группы пектина. Конечные продукты реакции могут быть различными в зависимости от PH, температуры и степени воздействия. Щелочи омыляют метоксильные группы пектинов значительно быстрее, чем кислоты, даже без нагревания. Кроме того, щелочи в известных условиях способны разрушать связи в цепи макромолекул пектина. Влияние щелочей сильно возрастает при повышении температуры. Аммиак действует значительно медленнее, чем многие щелочи. Пектин легко окисляется под действием окислителей H2O2, калий-2-хром-2О7, калий-ЙО4, хлороброма, даже аскорбиновой кислоты. Перекись водорода оказывает значительное деградирующее действие даже при самой малой концентрации. При этом образуются углекислота, муравьиная кислота и формальдегид. Пектины в водном растворе легко разрушаются под действием различных излучений. Ультрафиолетового, рентгеновского и особенно гамма-излучения. Расщепление пектиновой молекулы происходит главным образом по радикалам. Пектины в студнеобразном состоянии значительно устойчивее к облучениям и обычно разрушению не подвергаются. Пектиновые макромолекулы довольно устойчивы по отношению к ионообмену. Однако он все же происходит на поверхности ионообменных смол. Студнеобразующая способность пектина обусловлена его свойствами высокомолекулярного соединения, растворимого в воде. Она в сильной степени зависит от его молекулярной массы, то есть от размеров молекул и степени их полимеризации. Вместе с тем большое значение имеют степень метоксилирования их, содержание свободных карбоксильных групп и степень замещения их водорода теми или иными катионами. Важную роль играют многие физико-химические свойства пектина, его гидрофильность, вязкость и тому подобное. Большое влияние оказывает многие другие компоненты, входящие в рецептуры желирующих масс. Особенность пектиновых веществ состоит в том, что они в отличие от агара, агароида и форцеллорана, обычно способны образовывать студень в водных растворах только в присутствии сахара и кислоты. Оптимальные условия для получения студня при содержании в нем желирующего пектина в количестве 1%. Присутствие около 60% сахара и 1% кислоты. Необходимое для студнеобразования соотношения пектина, сахара и кислоты может изменяться в некоторых пределах. Возможно несколько уменьшать дозировку одного из компонентов, но при этом следует изменять дозировку и других компонентов, одного или двух. Необходимое для студнеобразования количество сахара зависит от количества и качества пектина. Чем выше качество пектина и больше содержание его, тем больше необходимо вводить сахара для образования студня. От избытка сахара студень становится пластичнее, в изоломе более крупнозернистым, но менее прочным. На производстве его называют сахаристым. Значение сахара для студнеобразования трехкомпонентной системы пектин-сахар-кислота заключается в том, что сахар в основном играет роль дегидратирующего вещества. Растворимость пектина в сахарном растворе уменьшается. Положительное влияние кислоты на студнеобразование выражается в том, что водно-пектино-сахарный раствор в присутствии кислоты желирует быстрее и дает более плотный студень. Без кислоты студня не образуется. Роль кислоты, вероятно, состоит в том, что она, понижая pH пектинового раствора до 3,2, вытесняет ее на металла из солей пектина. Частично освобожденные от ионов металла карбоксильные группы слабой пектиновой кислоты образуют межмолекулярные водородные связи. Это повышает студнеобразующую способность пектинового раствора и улучшает качество студня. Избыток кислоты подавляет диссоциацию карбоксильных групп пектиновой кислоты, отчего качество изделию ухудшается. Растворимые в воде макромолекулы пектина имеют отрицательный заряд, так как пектиновые вещества в водном растворе всегда содержат диссоциированные группы и между ионами пектиновых веществ возникают электростатические силы отталкивания. Прибавление кислоты снижает диссоциацию пектиновых макромолекул, а введение сахарозы лишает их водной оболочки, в результате чего происходит взаимодействие между макромолекулами с образованием структурного каркаса. Внутри структурного каркаса находится раствор сахарозы и кислоты. Чем теснее взаимодействие между молекулами, тем прочнее структурный каркас и тем прочнее образуется гель. Образование таких каркасов происходит за счет водородных мостиков. PH водных и сахарных растворов в пределах одной концентрации пектиновых веществ величина постоянная. PH водных растворов уменьшается с возрастанием концентрации пектина. Прибавление возрастающих количеств сахарозы не оказывает заметного влияния на величину PH. Активная кислотность пектина зависит от его химических свойств. 1% раствор чистого пектина нормального качества имеет PH от 3 до 4. Исследования показали, что растворы пектина различного происхождения имеют значение PH часто близкие, но не всегда одинаковые. Так 1% раствор яблочного пектина без сахара и содержащий различные количества сахара до 37,5% имеет PH от 2,85 до 3,2%, свекловичный 2,86 до 3,05%. Полпроцентный раствор имеет PH соответственно яблочного пектина от 3,05 до 3,4%, свекловичного от 3,05 до 3,2%, лимонного 2,6%. В пектине диссоциации подвергаются только часть свободных карбоксильных групп. Полная диссоциация свободных карбоксильных групп не достигается ни при каких условиях. Было найдено, что при бесконечном разведении эта величина диссоциации составляет 28% для лимонного и 33% для яблочного пектина. Химический состав и свойства, в том числе желирующая способность пектитовых веществ, могут быть различными в зависимости от происхождения видов фруктов и ягод, степени созревания плодов, условия их хранения, способа переработки сырья и многих других факторов. При этом может изменяться молекулярная масса пектина, количество звеньев в его макромолекуле, количество свободных карбоксильных групп, количество карбоксильных групп, у которых водород замещен металлами, количество метоксильных групп и так далее. Поэтому могут изменяться его физико-химические свойства. Кроме того, пектин может содержать чаще в виде примеси другие углеводы, моно- и дисахариды, ориго- и полисахариды, а также минеральные вещества в солях карбоксильных соединений. Могут быть и другие примеси, в том числе минеральные вещества, так называемая зола. Полноценный пектин, как и многие другие высокомолекулярные соединения, обладает большой гидрофильностью, растворим в воде. Растворимость пектина в воде зависит от степени его полимеризации и этерификации. Растворимость увеличивается при повышении степени этерификации метиловым спиртом и уменьшении величины молекулы. Пектовые кислоты, полностью лишенные метоксильных групп, даже при небольшой молекулярной массе, нерастворимы в воде. Пектиновые кислоты растворяются в воде с образованием растворов, отличающихся большой вязкостью. Желирующие свойства пектина связаны с его гидрофильностью, обусловленной особым его строением, молекулярной природой поверхности и наличием на них таких радикалов и центров, которые способны присоединить к себе с помощью водородных связей молекулы воды. Количество связанной воды в пектиновых веществах, вычисленное на основании измерения диэлектрической постоянной растворы пектиновых веществ и по теплотам смачивания, может быть различным. На одно звено пектина может приходиться, например, 3 или 4 молекулы воды в зависимости от происхождения пектинов. Вязкость пектиновых растворов отличается рядом особенностей. Между этим показателем и желирующей способностью пектина существует определенная закономерная зависимость. Абсолютная вязкость растворов пектина увеличивается с повышением концентрации пектина. При той же концентрации пектина она значительно возрастает с увеличением концентрации сахарозы. Вместе с тем, относительная вязкость этих растворов при одной и той же концентрации пектина при изменении содержания сахарозы практически не меняется. Это свидетельствует о том, что между сахарозой и пектином, по-видимому, нет химического взаимодействия. Исследования показывают, что в водных растворах пектина без сахара и с сахаром при переходе от очень малых концентраций пектина, например, около 0,03%, к более высоким, например, до 1%, происходит весьма значительное возрастание их вязкости. Особенно сильно изменяется приведенная вязкость, которая возрастает почти в 1,5-2 раза. При этом формулы для расчета вязкостей следующие. Приведенная вязкость рассчитывается по такой формуле. Удельная вязкость по такой формуле. Относительная вязкость по такой формуле. Расшифровка приведена внизу экрана. Это объясняется влиянием электровискостного эффекта, который возникает при разбавлении. Добавление в опыта к сахарозе до 33% не снижало электровискостного эффекта системы, возникающего при малых концентрациях пектина. Эти исследования подтверждают вывод о том, что между сахарозой и пектином нет химического взаимодействия. Вместе с тем, результаты указанных исследований возможно связаны с изменением гидротации пектина в зависимости от концентрации сахарозы. Вязкость растворов пектиновых веществ зависит в основном от молекулярной массы и от природы пектиновых веществ. Как и для других высокомолекулярных соединений, желирующая способность пектина возрастает с увеличением молекулярной массы. Она определяется как средняя величина, так как эти вещества являются весьма гетерогенными. Молекулярная масса отдельных образцов пектина может достигать до 300 тысяч единиц. Она различна в зависимости от происхождения образцов. Молекулярная масса яблочного пектина часто бывает в пределах от 25 до 35 тысяч. Свекловичного пектина от 20 до 25 тысяч. Пектина из кожуры лимона и других цитрусовых от 40 до 50 тысяч. Молекулярная масса пектина товарных препаратов колеблется в пределах от 10 до 200 тысяч. При молекулярной массе менее 10 тысяч пектины обычно не обладают желирующей способностью. Молекулярная масса пектиновых веществ может быть определена различными методами. К числу наиболее надежных следует отнести метод определения их характеристической вязкости. Проведенные вычисления молекулярной массы пектиновых веществ вискозиметрическим методом в присутствии различного количества сахарозы при условии подавления электровискосного эффекта низкомолекулярным электролитом натрий хлор. Дали следующие результаты. Свекловичный пектин от 19600 до 20800, яблочный от 27 до 31 тысяч, пектин полученный из корки лимона от 32 до 35 тысяч. Определенное влияние на желирующую способность пектина оказывает его химическое строение. Пектовая кислота, у которой все остатки галактуроновой кислоты имеют карбоксильные группы, нерастворима в воде. И не обладает студнеобразующей способностью. Только в том случае, когда часть карбоксильных групп в пектине метоксилирована, пектин способен давать студень. При соблюдении всех необходимых условий. Свободные карбоксильные группы могут находиться в пектине в различных количествах. Так, в пектинах с свободных карбоксильных групп было найдено следующее количество. В яблочном пектине 17,6%, в свекловичном 45,6%, в лимонном 32,6%. Наилучшей способностью к образованию студней в присутствии сахара и кислоты обладают пектины высоко полимеризованные и метоксилированные, со степенью метоксилированности выше 50%. Количество метоксильных групп в пектиновых веществах, пектине и пектиновой кислоте может изменяться. Обычно содержание CH3O составляет 10-12% от массы пектина. Это соответствует около 75-80% по отношению ко всему количеству карбоксильных групп в пектине. Такие пектины, а обычного типа, относятся к высоко метоксилированным. Известны также пектиновые вещества, которые содержат меньше метильных групп, ниже 5%, то есть менее 50% ко всему количеству карбоксильных групп в пектине. Это так называемые низко метоксилированные пектины, со степенью метоксилированности ниже 50%, образуют в присутствии кальция, а также других многовалентных катионов студней при баллом содержания сахара около 35% и ниже, или даже без него. Пектины могут быть деметоксилированы при определенных условиях без заметного снижения студнеобразующей способности. Понижение содержания метоксильных групп у пектина характеризует ослабление его способности к студнеобразованию, обычно вследствие того, что деметоксилирование пектина сопровождается его деполимеризацией. В этерифицированных пектинах водородные связи не возникают, а наоборот, проявляется эффект отталкивания, обусловленный близостью метильных групп. Это приводит к увеличению растворимости. Пектиновые вещества различного происхождения содержат большее или меньшее количество ацетильных групп, CH3CO, связанных с гидроксильными группами галактуроновых кислот. Так, в лимонном пектине содержится 0,37% ацетильных групп, в яблочном – 0,45%, в свекловичном – от 6 до 13%. Ацетильные группы, которые имеются в свекловичном пектине в значительном количестве, неблагоприятно влияют на студнеобразующую способность пектина. Она возрастает с уменьшением содержания ацетильных групп. Поэтому в схеме производства свекловичного пектина предусматривается жёсткая обработка, которая ведёт к снижению содержания ацетильных групп. Пектины не являются однородными по составу и свойствам. Фракционирование пектиновых веществ и исследование полученных фракций показали. При фракционировании смесью спирта и воды, взятых в разных отношениях, было получено от 4 до 9 фракций. Каждая последующая фракция извлекалась смесью, содержащей меньше спирта и больше воды, чем предыдущая. Фракция отличалась по вязкости их растворов. Она увеличивалась в каждой последующей фракции. Вместе с тем, каждая последующая фракция пектина отличалась от предыдущей более высокой молекулярной массой. Например, для лимонного пектина молекулярная масса первой фракции была 4260, а шестой 49000. Для пектина из подсолнечника соответственно 7500 и 29600. Вместе с тем, увеличивалась и студнеобразующая способность фракций. Пектин, как товарный продукт, а обычно сухой препарат, вырабатывается по различным производственным схемам. Как правило, во всех схемах его получения имеются три основные операции. Извлечение пектина из подготовленного сырья с гидролитическим расщеплением протопектина до пектина. Очистка пектина и его выделение, сушка пектина. Свекловичный пектин получают из отхода сахарного производства свекловичного жома, содержащего около 10% пектина. Из отходов консервного производства яблочных выжимок получают не только сухой пектин, но и желирующий пектиноводный концентрат по следующей схеме. Экстрагирование выжимок в горячей воде, фильтрование на фильтр-прессах, уваривание экстракта. Концентрат содержит от 10 до 16% сухих веществ, консервируется с арбиновой кислотой. Товарный сухой пектин имеет вид однородного серовато-белого порошка, обладает слабокислым вкусом, не должен иметь постороннего привкуса и запаха. Водный 1% раствор этого пектина имеет pH от 3 до 3,8. Пектин не должен содержать свободных минеральных кислот и свинца. Соли мышьяка допускаются в количестве не более 50 мг на кг. Содержание общей золы не более 3,5%, влажность не более 14%. Горячий раствор, содержащий 1% пектина и 70% сахара, должен давать по истечении 15-30 минут после отливки формы прочный студень, который можно свободно извлечь из форм. Содержание пектина не менее 70%, степень метоксилированности не менее 35%. Пектин в виде препаратов и в виде пектина, содержащего сырья, яблочного пюре, находит применение для изготовления желеобразных кондитерских изделий, получения кулинарных сладких блюд, фруктовых желе, молочных желе и других, а также в качестве загустителя и эмульгатора для получения майонеза, мороженого и тому подобное. Возможно использование пектина и для технических целей, для шлифтования тканей, проклеивания бумаг, загустителей в косметике, производстве красок и тому подобное. Пектин применяют как средство для выведения из организма человека солей тяжелых металлов, поэтому изделия с высоким содержанием пектиновых веществ, кондитерские изделия специального назначения, эффективно используются как профилактическое средство для рабочих, занятых во вредных цехах, при работах со свинцом и другими тяжелыми металлами. Такое же благоприятное действие оказывают пектиновые вещества и изделия, обогащенные ими, против вредного влияния ионизирующих излучений. В этих случаях более сильное действие имеет пектин с высоким содержанием свободных карбоксильных групп, например, свекловичный пектин. Такой пектин обладает способностью связывать более значительное количество вредных соединений, тяжелых металлов, продуктов ионизации. Вместе с пектином они затем выводятся из организма. Агар и агароподобные вещества. Агар и агароподобные желирующие вещества, получаемые из багряных водорослей, относятся к группе высокомолекулярных веществ, естественных растительных полимеров, растворимых в горячей воде, дающих водные растворы с высокой вязкостью и обладающие при охлаждении способностью к образованию студней. Агар – основной желирующий продукт, вырабатываемый из водорослей анфельции или из водорослей гелидиум или близких к ним водорослей. Желирующие вещества другого типа, каррагенаны или каррагены, получают из хонтруса и некоторых других водорослей. К промежуточным между ними видам желирующих веществ относятся агароид из черноморских водорослей филофлоры и агар из фурцелярии, из балтийских водорослей фурцелярии. Агар и подобные ему желирующие вещества имеют некоторые общие химические свойства. Все они являются природными, высокомолекулярными соединениями с углеродной полисахаридной основой. Относятся к полиэлектролитам или высокомолекулярным электролитам, каждая молекула которых имеет большое количество ионогенных групп, часто с высокой плотностью зарядов и большим электростатическим взаимодействием одноименных заряженных групп. Свойства электролитов обусловлены главным образом присутствием серосодержащих групп, которые связаны с катионами. Агары различного происхождения часто значительно различаются между собой по химическому составу и физико-химическим свойствам. Обычно они содержат различные вещества, которые являются примесями, азотистые минеральные вещества и тому подобное. В агаре могут находиться в различных соотношениях такие компоненты, как функциональные группы углеводного характера, карбоксильные группы, сульфогруппы. Последние представлены сульфоксильными группами, а не эфирами серной кислоты. Для беломорского агара было установлено, что соотношение мономеров с указанными функциональными группами приблизительно равно 85 к 12 к 3. Агароид – агароподобное вещество, похожее на агар. Наиболее характерные физико-химические особенности агароида, отличающие его собственно от агара, более низкая желирующая способность, в среднем в 2-3 раза, высокие температуры плавления и застудивания, студни с сахаром, меньшая химическая устойчивость и так далее. Вместе с тем агароид имеет много общего с агаром, так как и агар, он является полиэлектролитом и в водной среде диссоциирует на высокомолекулярные анионы, в состав которых входят сульфогруппы и полисахариды и нокатионы. Агароид отличается от агара очень высокой, в 3-4 раза больше зольностью и соответственно более высоким, в 4-6 раз более, содержанием сульфоксильных групп. В нем на одну сульфоксильную группу приходится меньше остатков гексоз, чем в агаре. В этом отношении он более близок к карагенину, чем к агару. В гидролизатах агароида найдено 60-70% редуцирующих веществ, углеводов, в том числе 24% дегалактозы. Остальные редуцирующие вещества не уточнены. Тип глюкозидной связи остатков гексоз, по-видимому, альфа-1,4. К основным катионам агароида, связанным с сульфогруппами и диссоциированным водным растворе агароида, относятся натрий, калий, кальций, магний. В небольших количествах присутствуют микроэлементы железо, алюминий, марганец, медь. Состав минеральных элементов в агароиде может значительно измениться в зависимости от технологических условий приготовления, так как агароид обладает свойствами природного ионообменника. Это оказывает сильное влияние на его физико-химические свойства и студнеобразующую способность. Структурная формула агароида по данным исследований близка к формуле агара. Агароид следует считать производным полигалоктана, относящимся к полисульфокислотам. Соотношение мономеров с основными функциональными группами в нём приблизительно равно 50 на 45 на 5. Что существенно отличает его от агара? Агар из фурцеллярии. Фурцелоран. Бризок к агароиду по содержанию золы и сульфат ионов. Одна сульфогруппа приходится у него на 3-4 галактозных остатков. Фурцелоран имеет некоторое сходство и с агаром. Прочность студня фурцелорана несколько меньше, чем у агара, но больше, чем у агароида. Гидролизат фурцелорана содержит дегалактозу 13,9%, л-галактозу 4,6%, глюкозу 5,1%, и ксилозу 3,7%, а также следы фруктозы. В кондитерской промышленности агар для обеспечения требуемой прочности студня применяется в количестве близком к 1% воздушно-сухого агара, а все другие студнеобразователи в концентрациях, обеспечивающих близкую к 1% агару прочность. Так, для фурцелорана необходимо увеличить концентрацию в 1,5 раза, для агароидов в 3 раза, а для крахмала даже в 8-10 раз. Поэтому в таблице, представленной на экране, агары и агароподобные вещества сравниваются в разных концентрациях. Следует заметить, что количество агаров сильно зависит не только от вида перерабатываемых водорослей, но и в значительной мере от способа переработки, то есть технологической схемы производства. Большое значение имеют химикаты, применяемые для выщелачивания, температурные режимы выворки, способы отбелки и сушки экстрактов. В связи с этим качество агаров, вырабатываемых различными заводами, и редко даже разных партий агаров одного и того же завода, различно. Способы сушки агаров значительно отражаются на внешнем виде агаров. Агар, высушенный вымораживанием, как кустарным, так и механизированным способом, имеет крупнопористую структуру с большим удельным объемом. Белый цвет выпускается в виде узких полос или пластин. Агары, высушиваемые тепловым способом, который обычно применяется в России, выпускаются двух видов – пленчатый и порошкообразный, пылевидный. Пленчатый агар имеет вид монолитной тонкой полупрозрачной листовой раскрашенной пленки светло-коричневого цвета. Порошкообразный агар белого цвета. Пленчатый агар высушивается на вальцовых сушилках, обогреваемых паром. Пылевидный – на распылительных сушилках. В ряде стран выпускаются разнообразные по степени измельченности порошкообразные агары, высушиваемые обычно вымораживанием и далее подвергаемые измельчению. Снова повторим ранее приводенную таблицу, в которой представлены реологические свойства студней, агаров, агароида и фурцеллорана. Из этой таблицы видно, что студни всех трех видов агара имеют близкие реологические показатели, такие как релаксационная вязкость и вязкость упругого последействия, температуры плавления студня и застудневания растворов. У данного образца японского агара отмечается более высокое предельное напряжение сдвига у студни с сахаром и несколько большая эластичность, что, возможно, объясняется несколько иной технологией приготовления агара. У студней агароида при трехпроцентной концентрации модуль мгновенной упругости близок к студням агара, но модуль эластичности в два раза ниже. Что свидетельствует о высокой эластичности? Релаксационная вязкость почти вдвое выше, чем у агарового студня. Вязкость упругого последействия в полтора-два раза ниже, что, очевидно, вызывается меньшим размером молекул агароида. Студни агара из фурцелярии с концентрацией полтора процента, то есть 1,25% сухого вещества агара, почти по всем показателям занимают промежуточное положение между агаром и агароидом и в подавляющем большинстве случаев приближаются к агароиду, особенно по эластичности низкому Е2, температуре и скорости застудневания агарово-сахарных растворов. Фракционирование агара и агароида и исследование их фракций. Для агара было применено фракционирование водой при возрастающих температурах от 25 до 90 градусов Цельсия. Было выделено до 6 фракций. Из дальневосточного агара было выделено 5 фракций, из японского 6. Были исследованы химические и физико-химические показатели этих фракций, а также определены структурно-механические характеристики полученных из них студней, содержавших 0,5% агара, 5% сахара и 34,5% воды. Оказалось, что чем выше температура экстрагирования фракции, тем она более высоко молекулярна. Низкомолекулярные фракции имели больше золы, сульфат ионов, кальция. Относительное число эфирированных звеньев у них было больше, чем у высокомолекулярных фракций. То есть углеводная часть была меньше. Это видно по данным таблицы, представленной на экране. Результаты исследований показывают, что гетерогенность агара, результаты исследований показывают, что гетерогенность агара, наличие в нем различных фракций, выражается в том, что трудно растворимые высокомолекулярные фракции отличаются от низкомолекулярных по химическому составу. В них меньше содержатся золы, кальция, сульфоэфирных групп. Все структурно-механические показатели студня возрастают при переходе от фракций агара, легкорастворимых к фракциям, экстрагированных при более высоких температурах. Положительную роль при этом, по мнению исследователей, играют три фактора. Удлинение цепи, то есть увеличение молекулярной массы, изменение степени эферизации и повышение содержания кальция в сульфоэфирных группах, кальция СО4. Все эти изменения приводят к увеличению числа узлов межмолекулярной связи и энергии этой связи. Степень полимеризации для агара имеет такое же значение, как и для других высокополимерных веществ. Она является основным фактором, определяющим студнеобразующую способность агара. При высоком содержании сульфоэфирных групп, их роль, а также роль связанных с ними катионов может быть велика. Двухвалентные ионы кальция, более прочно удерживаемые анионными группами полиэлектролита, ослабляют его ионизацию, способствуя образованию мостичных межмолекулярных связей. Катионы в агаровой молекуле прежде всего нейтрализуют кислоты, что приводит к повышению устойчивости против нагревания. Аналогичным образом, путем экстрагирования водным раствором спирта 47-процентным при возрастающей температуре было проведено фракционирование агароида. Однако в этом случае фракции имели несколько иные свойства, чем у агара. Агароид, в отличие от агара, может быть признан однородным продуктом по степени эферизации. Все выделенные фракции его имели близкую зольность и содержание сульфатной серы от 25,6% до 27,3%. Во всех фракциях одна группа СО3К приходилось на два звена полисахарида галактозы, два остатка ексозы. Вместе с тем, полученные фракции агароида, как и у агара, различаются студнеобразующей способностью и молекулярной массой. При более высокой температуре экстрагирование получается фракция более высокомолекулярная с большими структурно-механическими показателями. Агароид поэтому является, как и агар, гетерогенным. Агар, среди всех прочих применяемых в кондитерской промышленности студнеобразователей, агароид, фурцелоран, пектин и модифицированный крахмал, находят наибольшее применение не только вследствие способности давать высокопрочные студне с сахаром при относительно малых концентрациях, но главным образом из-за низкой температуры застудневания его сахарных сиропов в полтора, две целых, две десятых раза более низкой по сравнению со всеми остальными студнеобразователями. Эти свойства агаро позволяют легко применять его в различных видах желеобразных изделий, так как разрешают вводить значительное количество других видов сырья в агаровые сиропы без специального подогрева и без опасения механического разрушения студневого каркаса из-за охлаждения сиропа ниже температуры застудневания. При подкислении агаро-сахарных сиропов не происходит значительного гидролитического расщепления молекулы агара, так как процесс проводится при температурах близких к 50 градусам Цельсия. Как в случаях изготовления изделий с агароидом или фурцеллораном, подкисление из-за высоких температур застудневания этих сиропов производится при температурах около 70 градусов Цельсия, что приводит к значительному снижению прочности их студней из-за гидролитического расщепления. Только лишь после того, как в рецептуры изделий с агароидом и фурцеллораном стали выводить соли натрия, лактат, цитрат, дифосфат, ассортимент изделий из этих студнеобразователей расширился. Соли сдерживают гидролитические процессы и понижают температуры застудневания агароидно-сахарных сиропов. Модифицированный крахмал Модифицированный жидкокипящий крахмал получается обработкой 25% водной суспензии нативного крахмала 10% раствором соляной кислоты с добавлением 5% раствора марганцово-кислого калия для ускорения процесса окисления. Затем крахмал промывается и высушивается. Внешне модифицированный крахмал не отличается от нативного. Глубокого гидролитического расщепления при его получении не происходит. Несколько снижается молекулярная масса и температура клейстеризации. Сильно снижается вязкость раствора крахмала после клейстеризации. Клейстеризованные растворы после охлаждения и некоторого времени выстаивания образуют студни. Модифицированный жидкокипящий крахмал применяется для приготовления некоторых сортов конфет. Трудность его применения заключается в том, что для разваривания он требует высокого гидромодуля 10-12 кратного количества воды и следовательно длительного последующего выпаривания лишней влаги. Кроме того, процесс формирования структуры студни из крахмального раствора протекает очень медленно в течение 3-4 часов. Поэтому изделия из модифицированного крахмала не могут формоваться на механизированных линиях. Желатин. Перечисленные выше студнеобразователи, применяемые в кондитерской промышленности, являются высокомолекулярными углеводами, построенными из остатков моносахаров и их производных. И, как указывалось, являются продуктами, получаемые из наземных или подводных растений, водорослей. Желатин – это студнеобразователь животного происхождения. Состоит из длинных цепей аминокислот, соединенных кептидными связями. Является продуктом переработки коллагена – основного белкового вещества соединительной ткани животных – костей, сухожилий, хрящей, кожи. Желатин нерастворим в органических растворителях. В холодной воде при комнатой температуре набухает с 10-15 кратным количеством воды. Постепенно образуя студень. В горячей воде легко растворим. Желатиновые растворы теряют способность к студнеобразованию при нагревании в кислых и щелочных средах. Желатин образуют студни как водные, так и сахароводные. Слабые, начиная с 1%, и достаточно прочные кондитерские с 8%. Студни желатина в 5-8 раз слабее агаровых и пектиновых и подвержены быстрому синерезису, то есть старению. В кондитерской промышленности России желатин применяется редко. В зарубежной практике желатин применяют в качестве антикристаллизатора при производстве помадных конфет и при изготовлении изделий, именуемых маршмеллоу, близких по структуре к нашему зефиру. Маршмеллоу, однако, вырабатывается без применения фруктового пюре. В этом видео мы рассмотрели виды структура образователей, в другом видео мы рассмотрели уже конкретно студни образования. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления, и вы будете получать уведомления при выходе новых видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.